Обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и промышленности актуальная задача. Быстрое развитие нашей страны, приток крупных инвестиций, строительство мегаполисов, а также ежегодный прирост населения ознаменовали новую эру развития в энергетическом секторе. Только в этом году в стране будут введены 9 новых электростанций мощностью 1387 мегаватт. О строительстве новой парогазовой электростанции в Ташкентской области наш следующий материал. По расчетам экспертов, количество потребляемой энергии до 2030 года возрастет более чем на 40%. Сегодня очевидно, что стабильная подача энергии – это не только возможность доступа к самым передовым разработкам научно-технического прогресса. Это в первую очередь определяющий катализатор развития промышленности и смежных с ней отраслей. В Узбекистане, с учетом вышесказанного, реализуется комплекс мероприятий по обеспечению населения и всех сфер жизнедеятельности электроэнергии. В соответствии с постановлением президента от 4 марта этого года поставлена задача по возведению в Ташкентской области газопоровой электростанции на 240 мегаватт. Помимо этого, в регионе будет построена газопоршневая станция мощностью 230 мегаватт. Также в Бухарской области начаты работы по созданию так называемого электроэнергетического кластера объемом 270 мегаватт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Особенность данных электростанций заключается в том, что они в целом будут выдавать порядка 750 мегаватт электроэнергии. К тому же сроки введения в эксплуатацию данных объектов очень короткие. То есть до конца года все эти мощности должны начать выдавать электроэнергию. Все это позволит в целом увеличить объем выработки на 7%. Отметим, что данные проекты реализуются на основе государственно-частного партнерства. И финансирование проектов полностью осуществляется за счет зарубежного инвестора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Исполнение вышеназванного документа смогли лицезреть многие ташкентцы и жители столичной области. Дело в том, что гигантские современные парогазовые турбины и трансформаторы внесли серьезные коррективы в плане их доставки до местоназначения. Целые министерства и ведомства координировали практически каждый шаг. Это касается преодоления препятствий в виде линии электропередач, железных дорог, путепроводов и других искусственных сооружений. Много вопросов было у автомобилистов. Да, иногда им приходилось растянуть время своей поездки. Было продумано все до мелочей. Каждая деталь, каждый поворот скрупулезно просчитывался. Кстати, компания, которая занималась доставкой столь дорогого и емкого оборудования, в лице своих менеджеров отметила, насколько слажена и четко была организована работа целого ряда министерств и ведомств. Уникальность данного проекта заключается в том, что 4 машины общей массой 300 тонн, 3 машины общей массой 170 тонн и более. Маршрут проходил по территории Казахстана и Узбекистана. В частности, загрузка была произведена в порту Актау. Общая протяженность маршрута 2600 километров. Немаловажно отметить, что это не просто логистический проект, это совместная программа обучения узбекских специалистов, специалистами компании Саренс, в частности Азимутазия. Также привлечены студенты выпускного курса узбекских вузов транспортных, университета транспортного. Это у них пойдет как дипломная работа. Также специалисты компании Саренс, возможно, отберут наиболее подготовленных студентов к себе для дальнейшей работы в своем представительстве Республики Узбекистан. Реализация инвестиционного проекта с привлечением авторитетных зарубежных компаний, в свою очередь, становится школой для новой плеяды специалистов. Подобная кузница мастерства отнюдь не случайна. В перспективе представительство компании-доставщика планирует закупить для нужд Узбекистана более 50 видов самой современной подъемной техники и тем самым подготовить более 100 специалистов для ее качественной эксплуатации. Отметим, что для строящейся ТЭС уже доставлено порядка 30% внушительных размеров гигантского оборудования. Подобные темпы развития событий свидетельствуют о том, что реализация проекта будет осуществлена в самые кратчайшие сроки. Да, завершить все строительные работы планируется до конца этого года, а значит, в общий поток электроэнергии скоро добавится еще один мощный источник. К этой теме мы еще вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова